Новый учебник по истории Беларуси для 10-х классов презентуют в августе. Кроме того, в этом году переиздаются 19 пособий для средней школы. Они будут иметь совершенно новый вид, с доступным материалом, но без упрощения программ. Еще одно нововведение – интегрированный курс «История Беларуси в контексте всемирной истории». Он нацелен помочь ученикам увидеть процесс целостно. 22 июня в 4 утра у братской могилы на территории Бобруйской крепости состоится митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Для доставки граждан до места проведения организуется движение специальных автобусов, которые проследуют по трем маршрутам. Подробную информацию можно узнать на сайте Бобруйского горисполкома. С 8 по 13 июля отключение горячей воды запланировано по улицам Чангарской, от Минской до Гоголя, Карбышева, Апермана и прилегающим к ним. Временное неудобство связано с проведением планового ремонта теплотрасс БТС. С полным графиком можно ознакомиться на сайте Бобруйского горисполкома или на boberlife.by. 22 июня с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение социально-культурной сферы и идеологической работы, образования, здравоохранения, труда и соцзащиты, молодежной политики. Также разговор коснется вопросов контроля за исполнением документов, работы с обращением граждан и юридических лиц. В связи с проведением ремонтных работ на улице Шевченко с 18 по 24 июня изменена линия следования общественного транспорта. Движение троллейбусов номер 4 будет осуществляться по улицам Ульяновской, Орджоникидзе, Механизаторов и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.